Всем привет! Мы продолжаем обзор разной техники и материалов, которые будут полезны радиолюбителю. И сегодня у нас на обзоре вот такая термостойкая лента, которая предоставлена магазином Gearbest для обзора. Также хочу сказать вам приятную новость. В описании под видео вы найдете ссылки на скидочные купоны на 3, 5 и 12 долларов на покупки в магазине Gearbest. Эта лента еще известна под другим названием, как полиэмидный скотч, либо каптоновый скотч, ну также термостойкий высокотемпературный скотч. Сфера его применения довольно узкая и не каждый им будет пользоваться, но иногда все-таки нужно, чтобы такой скотч дома был. Основная сфера применения его это в электронике, например в планшетах, либо в телефонах. В основном в планшетах. С помощью этого скотча крепят шлейфы и аккумуляторы, либо разные другие соединения. Например, в данном случае у нас здесь приклеен шлейф дисплея. Можно также установить и закрепить шлейф от тачскрина. Если посмотреть, то можно увидеть, что микросхема на шлейфе, она также спрятана в скотч. Это тот же самый полиэмидный скотч. Зачем он вообще нужен? Ну, во-первых, он высокотемпературный. То есть, если мы возьмем обычный скотч, то в местах близких к процессору, либо в местах близких к микросхемам зарядки, может повыситься температура, и этот скотч может просто поплавиться. Этот скотч, он не поплавится, он останется в том же самом состоянии. Также этот скотч служит для защиты. Если мы возьмем кусочек скотча и с его помощью закроем разъем шлейфа, то теперь этот разъем защищен от температуры. Можно взять паяльную станцию, либо термофен и прогревать плату, для того, чтобы заменить какой-то элемент, например, этот или этот. И можно не бояться, что разъем шлейфа поплавится, потому что каптоновый скотч защитит этот шлейф от влияния высокой температуры. Это основное его применение, защита от температуры. Ну, давайте мы его проверим. Вот я раскрутил немножко обычного скотча. Теперь я беру хорошо разогретый паяльник и подношу. Как вы видите, он начинает плавиться даже без прикосновения паяльника. Просто от горячего воздуха. Если паяльником прикоснуться, то, конечно, плавление пойдет вообще сильное. Теперь проверим наш полиэмидный скотч. Я подношу к паяльнику. И никакой реакции. Скотч остается целым. Я могу вообще на паяльник его положить. И он вообще никак не плавится. Можно еще раз проверить на обычном скотче. Как вы видите, он плавится очень легко. А этот нет. То есть, этот скотч специально создан для того, чтобы сохранить вашу технику либо часть устройств от высокой температуры. Например, во время ремонта. Если, допустим, в планшете вы хотите что-то отремонтировать, заменить какую-то часть, какую-то микросхему, вы можете все важные части закрыть этим полиэмидным скотчем и прогревать только одну микросхему. Либо с его помощью закрепить какие-то части в плате. Потому что обычный скотч, он может просто растянуться и разорваться. Этот скотч, он очень крепкий и он совершенно не тянется. Он где приложил довольно много силы. Это я его смял, он не растянулся. То есть, он очень крепкий и очень надежный скотч. Я вам его рекомендую. Если вы занимаетесь ремонтом планшетов и телефонов, то вот, пожалуйста, хорошая вещь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok